Привет, Тули, привет, Тули. Так, я не смотрю, я не смотрю, я не смотрю. Миня, привет. Кот, привет. Привет, Тули. Блин, чё так, чё, чё, чё? Так, тихо, тихо, тихо. Офигеть. А что это такое, кот? Ничего себе. Блин, офигеть. Как он круто смотрится. Ну скажи, классно. Очень классный. А ручки как тебе? Офигенные просто. Хорошо, что мы выбрали такие. Он как в литон. Обалдеть. Какой он классный. Классный, я вообще в шоке. Приветики всем, кто ждал новое видео на этом канале. Наконец-таки я сейчас его записываю для вас. Думаю, что кто-то сейчас обрадуется. А мне действительно есть вам что показать, потому что у нас появился шкаф в коридоре и наши крутецкие столы в комнате. Давайте же скорее на них посмотрим. Сегодня, ребята, великий день. Приехал мой визажный стол. Он будет чёрный, антрацитовый. Под цвет наших розеток, выключателей. Ну вы всё поняли. Здесь не все составляющие. Вот ещё большущая коробка. Приехал он из Витебска. Запомните это место. Посмотрите, как сейчас выглядит. И встретимся немножко позже. Всё, мы с Лёшей сами, собственно, ручно собрали этот прекрасный стол. Посмотрите, какой он офигенный. Ну, лично на наш взгляд, естественно, у каждого своё мнение. Но конкретно мне хотелось именно антрацитовый. Возможно, это странный выбор. Многие девчонки берут белые столы. Но это было принципиально важно. В Минске таких столов не оказалось. Мия, видите, как нравится ей тоже стол. В Минске мы не нашли таких столов именно чёрного цвета. Почему-то здесь никто их не делает. Неизвестно почему. Вот, поэтому конкретно эту модель стола мы нашли в городе Витебске. Ну, соответственно, списались с людьми, которые занимаются этими столами. Make Up Slide, по-моему, называется. Потом вставлю название, точно сейчас не помню. В общем, они сделали на заказ вот этот замечательный стол. Делали они его, по-моему, 18 дней. Они сразу предупредили о сроках, потому что было много желающих, как я понимаю. Поэтому с заказами у них всё хорошо. Вот, сказали ждать 18 дней. Так, что ещё вам сказать? По цене это было 638 рублей. Мы сразу внесли предоплату 45 рублей. Вот, а всё остальное уже потом при доставке. Доставка. Мия. Вот это, конечно, косяк. Я не знаю, что с этим делать. Вы, кстати, сейчас это увидели. Отдельно заказали к столу. Получается стекло, чтобы не поцарапать. Он же чёрный. Чтобы его не царапать, заказали стекло. И вот сейчас Мия прыгнула, и как-то это совсем не понравилось нам. Потому что она своей массой, она всё-таки коняга такая, сдвигает это стекло. Как теперь его зафиксировать, это большой вопрос. Надо будет над этим подумать. Вот хорошо, что сейчас она это сделала, потому что мы с Лёшей об этом говорили только что, вот буквально перед съёмкой этого видео, что она может сдвигать этот кусок стекла. Как вы убедились, да, действительно может. Так, что ещё вам рассказать? Ну, вы сами всё видите. Видите, в общем, материал это просто ЛДСП, да, по-моему, Лёш? ЛДСП, ничего такого примечательного, никакой это не массив. Но понравилось то, что у него куча полок. Он очень вместительный. В принципе, он, ну, если со стороны посмотреть, он не особо-то толстый. Вот так это всё выглядит. Здесь ещё много места. Вот, посмотрите на этот стол. Как он сейчас смотрится по сравнению с этим. Но на самом деле мы заказывали два стола. Мы думали, что они приедут примерно в одно время, но, к сожалению, не получилось. Так что на днях мы ожидаем Лёшин стол. Он тоже очень красивый. И, естественно, мы вам потом покажем. А Мия продолжает сдвигать. И я не знаю, что с этим делать. Люди, у кого была подобная ситуация с кошками, что делать? Подскажите. Хочу вам ещё немножечко похвастаться и показать это замечательное панно, которое располагается у нас над кроватью. Это подарок моей мамы нам на Новый год. Мы очень давно уже насмотрели эти горы. В закладках они давно у нас хранятся. Нашли сообщество в Инстаграме. И там мастера изготавливают такие замечательные поножки. У нас самый большой размер. 120 на 40 или на 50. Я точно не помню. По-моему, всё-таки на 40. Это обычная фанера, покрашенная в чёрный цвет. Чёрная матовая краска держится просто на обычном двустороннем скотче. Вот так это минималистично выглядит. Мы, как вы поняли, уже стремимся к минимализму в своей квартире. Поэтому обычные картины с рамками, на наш взгляд, уже устарели. Это уже выглядит неактуально, не так свежо. А хочется чего-то воздушного, лёгкого в пространстве. Учитывая, что у нас, в принципе, везде всё такое. Чёрно-белое, как вы уже знаете. Так что вот это безрамочное, так сказать, створение нам очень нравится. И, возможно, мы присмотрим ещё что-то в дальнейшем. А пока у нас вот такие вот горы. Цена 156 рублей за этот конкретный размер. Это самый большой размер. Вроде бы можете не на сайте, а на страничке посмотреть, уточнить этот момент. Меньший размер у них есть 100, не помню, насколько. И самый маленький тоже не помню, уж извиняйте. Вот, только этот запомнила. Всё это можете у них уточнить. Ну и вот 156 рублей, это, так сказать, самая высокая цена за подобное панно было. Привезли Лёшин стол. Вот он уже здесь стоит, на своём месте. Это у нас ТНБ Лофт. Они, в принципе, занимаются лофтовской мебелью. Делают стеллажи, столы, какие-то там скамейки, что-то там ещё. Стулья барные и так далее. Всё, что, короче, связано с лофтом, хоть каким-то образом, вроде как они это всё делают. Это у нас массив сосны. Такой вот натуральный оттенок, древесный просто обычненький такой. Очень такая шероховатая поверхность приятная. Покрыт маслом вроде бы стол. Вот, здесь мы сделали полочку. Он полностью на заказ делался, естественно. Вот эта вот балка немножечко поднималась выше. Вот эта вот выдвижная шуфлядка делалась на заказ, потому что в их, так сказать, типовом столе не было такой штуки. Это уже как бы наши задумки были. Каркас металлический. То есть вот эти вот чёрные ножки, вот это всё сделано из металла. Ну и, собственно, вот это у нас массив сосны. Выглядит зашибенно, по-лофтовски. Очень круто вписывается, нравится. Стоил стол, сейчас я вам скажу, 680 рублей. Вот, ну, не знаю, что по нему ещё рассказать. Естественно, мы вообще довольны-довольны дождались. И один стол, и второй. Они приехали к нам с разницей в неделю, получается. Мой стол приехал в прошлый четверг, а Лёшин стол приехал сегодня. Сегодня тоже четверг. Вот такая вот прикольная вещь получилась. Стулья пока будут стоять наши старенькие. Не всё сразу, потому что тоже выбор стульев. Это дело такое непростое. Хочется тоже что-то удобное, классное. Особенно вот у меня проблема со стулом. Лёша вроде как определился примерно, что он хочет видеть. А я вот как-то пока плаваю, так сказать. В целом офигенно. Мы очень довольны, счастливы. Наконец-таки исполнили, так сказать, давнюю свою идею, задумку. Вот такие столики мы примерно и хотели всегда. Ещё на этапе строительства думали. И теперь они с нами. Пока не забыла, ещё быстренько вам хочу показать, как мы решили проблему с вот этой вот столешницей стеклянной, чтобы на ней ёрзала. Вы видели, как Мия прыгает на неё. И стекло это съезжало. Всё очень просто оказалось. У нас был двусторонний скотч, как раз чёрного цвета. Мы просто сделали по одной вот такой вот полоске с двух сторон. И сейчас всё замечательно держится. Ничего никуда не съезжает. Вообще лайфхак номер один. Сейчас хочу показать вам одну интересность. Это больше коснётся неформалов, любителей мистических всяких штук, таких как мы. Вот хочу вам показать вот такую замечательную статуэточку от Nemesis Now. Я не знаю, насколько это правда. Здесь написано, что это Италия, судя по штрих-коду. Ну, все они, естественно, как мы знаем, делаются в Китае. Но мы это опустим. Пусть нам будет думаться, что это всё-таки из Италии. Я не знаю, что это за материал на самом деле. Вроде похоже что-то на гипс. Имеет вес, в общем-то. Выглядит вот так. Это рука Бафомета. Вообще, почему мы её купили? Ну, во-первых, потому что нам это всё нравится. В Минске есть такой магазин для неформалов, для металлистов. Называется «Рок Бастион». У нас есть небольшие свои семейные традиции. На некоторые праздники, касающиеся нашей семьи, мы ходим в этот магазин «Рок Бастион», дарим друг другу подарки. Там всё, как вы понимаете, очень неформальное, очень необычное, особенное. И однажды мы туда пришли, Лёша захотел себе новую книгу. Мы пришли покупать книгу и увидели там вот эту замечательную руку-козу. Она стояла, наверное, по цене там у них около 300 рублей. Точно не помню уже, но она была не дешёвая на самом деле. А тут я как-то копалась вообще на Вайлдберисе, что-то там искала. И чисто случайно у меня высветилась рекламка с вот этой замечательной рукой. И она стоила всего 145 рублей. Я пришла домой, рассказала Лёше. Он такой, да не может быть, покажи. Я ему скинула ссылку, он увидел. Говорит, всё, хочу, надо сразу вот прям брать и заказывать. В общем, он заказал эту руку. Теперь она у нас. И мы, конечно, вообще кайфуем. У меня сегодня подруга спросила, я выставила её в Инстаграм. Она говорит, это что, воск? Потому что смотрите, как всё прорисовано круто. Занимаются в Немесе Синау, естественно, самые такие крутые, востребованные всякие скульпторы, художники. 15 лет уже этой фирме. 15 лет они занимаются вот такими необычными сувенирами, известными в неформальной среде на весь мир. Поэтому, кто не знал, кому интересна такая тематика, как и нам, вот имейте в виду, что такое есть. Мы будем покупать и дальше у Немеси со всякие крутые вещи. И у нас планируется в комнате стеллаж. Так что мы думаем, что у нас найдётся местечко для новых необычных вещей. Вы посмотрите, посмотрите на него, какой он офигенный. Я просто тащусь, когда на него смотрю. Я вот мечтала, чтобы он выглядел примерно как-то так, и чтобы он так идеально стоял, вот так вот, прям чётко, со стеной, в одну линию, как оно и получилось. Я, конечно, всякое думала, мысленно шла домой и себя настраивала, что что-то может пойти не так, что-то может выглядеть не так. Нужно не расстраиваться и принимать уже как есть. Но когда я сейчас это увидела, я поняла, что всё получилось. Это что-то шикарное, нереальное, и я прям на эмоциях очень-очень довольна. Давайте я вам попытаюсь показать его. Итак, обратите внимание ещё раз на этого красавца. Его высота где-то 2,6 у нас получилось. Его длина 165 и его глубина 60. Делал нам его ИПшник, это не какая-нибудь там фирма известная или фабрика. Это ИПшник, мы работали с ним, можно сказать, по рекомендациям наших соседей. У него уже довольно много человек с нашего дома заказывало мебель, шкафы, кухни. Всем этот человек занимается. Он сам из Лиды, и, собственно, этот шкаф сегодня нам привезли утром из Лиды. Вот я пришла с работы, Лёша уже с утра им любуется, а я вот увидела его только что впервые. Я просто обалдею. Я сейчас буду ходить и просто на него пялиться, серьёзно. Так, значит, параметры я вам сказала, высоту сказала, бла-бла-бла. Значит, что по его цене? Он обошёлся в 480 долларов и 150 рублей ручки. Ручки мы заказывали отдельно. Мастер, который делал этот шкаф, он нам предоставил такую возможность выбрать ручки самим, где-то там, да, самим купить, и он предлагал поставить. Но мы поискали, мы хотели такие, знаете, длинные, где-то в длину, наверное, 80-60 сантиметров. Но, к сожалению, сейчас проблемы с поставками и всё такое. А то, что было, было очень дорогим, неоправданно дорогим. И мы решили заказать вот такие вот ручки. Он нам предложил, этот мастер, какой-то сайт, с которым, видимо, он как-то сотрудничает. И вот мы нашли там эти прекрасные скобы, минималистично смотрятся. С цветом вы уже всё поняли, потому что у нас квартира такая, всё выдержано в чёрно-белых тонах, с неким разбавлением, о котором вы вскоре узнаете, когда мы дальше будем доделывать наш ремонт. Вот, а пока вы видите основу основ. И этот шкаф тоже является такой некой базой нашей квартиры. Так, фурнитура в этом шкафу, везде блюм полностью. Не знаю, как вам это показать. Сколько тут этих всяких петель, они все блюмовские, их тут много. Даже если вот эту дверь взять. Это мы специально сделали себе такие полки. Сверху типа антресоли такие глубокие. У нас в ручье был шкаф подобной, скажем так, комплектации. У него тоже была левая сторона полностью с полками. Нам это очень понравилось, это было очень удобно. Поэтому мы решили в своём шкафу, в нашей идее, то же самое воплотить. Так, ну закрывайся, чувак. О, плавненько-плавненько жух, закрылся. Там, в общем, ничего сверху нет, просто глубокие антресоли. Я даже туда и не дотянусь, если честно, надо будет покупать, знаете, такую ступенечку. Две-три ступеньки, чтобы можно было и к кухне туда вот наверх дотянуться, в кухне. И сюда, я так уже понимаю, тоже. Так, что у нас здесь? Здесь у нас есть вот такая вот верхняя полочка. Ну, здесь верхние всякие будут головные уборы, скорее всего, лежать. Шарфики, что-нибудь в этом духе. Потом есть вот такая штанга. Есть кое-какой косяк у нас в просчёте небольшой с этим шкафом, с этой штангой точнее. Потому что я зимой хожу, как укутанный пингвин. Для меня это очень важно, я не люблю холод. Поэтому самая длинная вещь зимой, это моя вещь, это вот этот вот пуховик. Я люблю такие длинные вещи, тёплые. И, как вы можете заметить, у Лёши почти куртка лежит на вот этой штуке, да, деревянной. А мой пуховик уже вот прям вот здесь вот даже немножко и подкасался. Надо было, конечно, как-то вот эту полочку пониже убрать, но уже как есть. Человек, который шкаф изготавливал, он, естественно, не знал, какие вещи мы носим зимой, да, допустим. И что вот есть у нас такие длинные вещи. Но это ладно, это мелочь. Это был наш просчёт, надо было как-то об этом подумать. Но нам казалось, что этого места хватит, но увы. Так, здесь есть ещё вот такие полочки. Сюда какую-нибудь обувь в коробке составить. Ну и здесь тоже дополнительно что-то хранить можно. Тоже очень удобно, чтобы не терять как бы практичность вот эту вот, да. Мы решили добить это всё полками. Как можно больше полок сделать. И уже будем думать, что сюда положить. Но я думаю, по-любому найдём. Вот такой у нас шкафец. Кому контакты нужны мастера, человека... Ой, Мия, вылазь. Я тебя сейчас закрою здесь. Идём, выходи. Тебе тоже нравится шкаф, я знаю. Вылазь. Не хочет человек выходить, видите. Кому нужны контакты мастера, милости, так сказать, прошу. Пишите, поделюсь с вами. Работай довольный. Вы можете сами заметить. Мия, ну не лезь сюда, да, ему закрыться. Можете сами заметить уже, что, в принципе, качественно он всё выполнил. И довольно в приличные сроки. То есть, как мы договаривались с ним где-то в начале января, в конце декабря... Нет, в конце декабря, скорее. Договаривались с ним на конец января, начало февраля. Ну и вот, собственно, он нам так его и привёз. Вот такие вот дела, ребята. Следующий наш шаг — это будет уже заказ кухни. Мы, кстати, сегодня пойдём оформлять уже договор. Но про кухню я пока вам рассказывать не буду. Это пока что секретик. Вот. Ну, а шкаф, вот как вы можете видеть, в прошлом видео его ещё не было. А в этом видео он уже стоит. И вот так вот офигенски он вписывается. Единственное, вот мы уже с Лёшей в этом говорили, когда стоишь в коридоре, когда шкафа не было, соответственно, можно было видеть вот этот икс на потолке, да. Сейчас появился высокий шкаф. И получается, не видно с этой точки, да, с этого ракурса, что там есть этот икс. Просто такие линии идут. Ну, всё равно смотрится хорошо, как вы считаете. Вот так вот. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот то, о чём я вам говорила. Есть у меня несколько вещей, которые всё-таки лежат на этой полочке. С одной стороны, это минус. Да, конечно, надо было это предусмотреть. Мы немножко проворонили. Но, тем не менее, всё равно хорошо, что это разделение есть, потому что внизу это такие, как бы, скажем, грязные вещи, грязная зона, потому что тут вот лежат зонтики и всякие пакеты, с которыми мы ходим в магазин. Вон там из Лидла лежит пакет бадминтон, например, а внизу стоит обувь. И получается, как-то не хотелось бы, чтобы обувь как-то контактировала с одеждой, а так у нас есть такое небольшенькое разделение, которое решает эту проблему. Поэтому всё-таки здесь есть и плюс, и минус, как вы думаете. Стоило делать эту полочку ещё одну или нет? Вот. А пока вы мне отвечаете, я вам желаю хорошего настроения. Я пойду дальше заниматься перебором вещей. Буду раскладывать всё на свои новые места. А вы пишите, не пропадайте, я тоже не буду пропадать. И встретимся уже в новых видео. Всем пока! Смотрите, какую красоту нам сделали. Обновили украшения фасада. Если вы помните, летом очень сильно нас бомбило по поводу того, как нам изуродовали дом. Я поищу эти фотки или видео, чтобы вы увидели разницу. Там было просто всё в краске. Все эти человечки были нарисованы. Надпись Пекин была тоже в краске обычной. Было это некрасиво и выглядело ужасно. Обратились с заявкой в ДПМ. Все возмутились, что наш прекрасный дом так изуродовали. И сегодня вот нам подключили уже наши новые панели. Вот так это смотрится. Четвёртая секция. Разные у нас такие здесь человечки. Выглядит классно, конечно. Сами панели там, где человечки, они днём чёрные, а вечером они вот таким вот лунным светом горят. Супер! В нашем доме, хочу вам показать, открывается студия красоты. Называется Эго. И ещё где-то, где-то, где-то был продуктовый магазин. Вон он маленький. Тоже будет пока что всё закрыто. Но в ближайшее время откроется. Так что какую-то мелочёвку мы сможем покупать прямо у себя в доме. Вот рядом с центром недвижимости маленький такой вот магазинчик. А там ближе к третьей секции получается студия красоты.